Друзья, я представляю сервис совместных оптовых покупок для розничных магазинов оптовкин.ру. Собственник магазина вынужден решать очень много проблем. Одна из проблем это дефицит оборотных средств и постоянный поиск товара, который надо купить где-то дешевле. На этой схеме прекрасно вы видите, что цепочки посредников, она просто увеличивает стоимость доставки товара от производителя в Китае до магазина в России в среднем на 50-100%. Это несправедливо. Мы так считаем, решили с этим бороться и в итоге сделали вот такую красивую схему. Здесь вы видите только производителя в Китае и магазина в России. Вы скажете, конечно, это классно, но как вы это сделали? Дело в том, что оптовкин благодаря умной системе закупок агрегирует с рынка небольшие, но одинаковые оптовые заказы. Мы их собираем в один крупный и передаем производителю. На обратном пути контролируем логистику через партнеров. Мы ничего не берем на себя. Ребята, тихо. И зарабатываем на этом комиссию в 20%. Вы скажете, вроде бы не так много, но, конечно, магазины как-то решают свои проблемы сегодня. В основном они приобретают товары через конкурентов, но, естественно, у них высокая наценка, куча костов. Это складские помещения, персонал и так далее. Отсутствие новинок. Зачастую их просто нет, потому что магазины ограничены собственными складами. Ну и цена. Скидки, соответственно, только на большие объемы. А маленьким компаниям или даже небольшим это неинтересно. Оптовкин лишен всех этих недостатков. Наша комиссия всего 20%. У нас ассортимент очень большой благодаря представительству в Китае. Мы отслеживаем тренды и оптимистично, очень быстро передаем их нашим клиентам. Ну и цена производителя, конечно. Что мы скажем про рынок? Только один из наших клиентов – это веломагазины. Они генерируют объем закупа за год. 7,2 миллиарда – это очень серьезная сумма. Это только один сегмент. Мы уже с нашим объемом поставщиков можем перекрыть 25%. Это ни много ни мало, но все-таки, по-моему, 1,8 миллиарда. Все верно. И в итоге заработают на комиссии 360 миллионов. Я еще раз говорю вам, что это только один сегмент. Конечно, мы за три месяца, я вот вам подскажу, что мы прошли акселерацию во фри. Здесь присутствует Дмитрий Калаев. Мы успешно закончили ее и за три месяца сгенерировали оборот, товарооборот для наших клиентов на сумму в 3 миллиона рублей и заработали 600 тысяч. И мы здесь не для того, чтобы похвастаться перед вами. У нас есть план. Стратегия роста называется конвейер. Мы хотим организовать конвейерные поставки от производителей в Китае до магазинов в России. Дело в том, что сейчас из 100% наших клиентов 15 готовы работать на 100% предоплате, а оставшиеся 85% на 30% предоплате. И поэтому мы ищем инвестиции в размере 7 миллионов рублей или финансового партнера, с которым, во-первых, мы добьемся уже в этом году до 10 миллионов товарооборота для наших клиентов. Выйдем и включим в нашу систему банки. И в следующем, в 2018 году выйдем на товарооборот 100 миллионов рублей в месяц. И комиссию в 20 миллионов. Это уже только, это уже очень интересно. Это уже хорошие деньги. Забыл сказать про команду, извиняюсь. Команда меня простит. Команда здесь частично. Ребята, похлопайте мне. Команда распределена, находится в Москве и в Шанхае. В Шанхае у нас Юлия Николаев с общим опытом обороты, с такими клиентами, как Метро и Монетка. Довольно немаленькие торговые сети. В Москве за продажи отвечает Александр, за маркетинг Илья. Я отвечаю за развитие бизнеса. Друзья, спасибо. С вами был Александр, всем единорогов. Буду рад с вами пообщаться. Я в белой кепке. Спасибо. Класс. Отлично подготовил. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе огромное. Давайте обсудим главное. За счет чего вы будете получать низкую цену от производителя, если на сегодняшний день он эту цену не дает никому, например, ни мелким товаропроизводителям, ни дистрибуторам. Почему она будет у вас низкой? Здесь такой момент, что мы работаем именно с теми производителями, мы имеем право выбирать, кто дает нам скидку от большого объема. То есть нас эксклюзивы не интересуют сразу. Мы работаем только с теми партнерами, кто нам дает цену. Хорошо. Если этот товар не будет востребован, что мы с вами будем делать? В магазинах все, как говорится, затоварено. Все понятно, что вы работаете с мелким товаропроизводителем. Но он именно потому и мелкий, что он не интересен крупному. Вы же не получите скидку у Кока-Колы? Не совсем мелкий, потому что, допустим, только в сегменте, про который я говорил, это веломагазины и велосипеды, соответственно. Это один из крупнейших в Китае. Они производят сотни миллионов единиц за год. Ну то есть там проблем никаких не возникает. Они меняют бренды, если требуется, и работают напрямую. То есть вы считаете, что ваш клиент не в состоянии заказать напрямую через Алибабу? Конечно, потому что это довольно сложно, и Алибаба не даст ему такую скидку, как сборный заказ. Для этого есть другой агрегатор, который тоже присутствует в России. Если мне не изменяет память, его TAG называется, и там скидки существенно кратны. Так что вы будете, как вы будете конкурировать с китайскими агрегаторами? Ну на данный момент китайские агрегаторы на наш рынок не вышли. Это раз. Во-вторых… Потому что они его считают неперспективным и мелким. А почему заработаете вы? Мы зарабатываем, потому что все товары, которые у нас продаются, в принципе производятся в Китае. И у них выбора нет. Все магазины, наши клиенты, они уже принимают, берут товары где-то у посредников. Мы этих посредников по факту просто убираем. То есть берем самые топовые позиции, на которые маржа доступная. Ну то есть интересная маржа. Давайте попробуем набить морду Али Баби, а возвращаемся на сцену. Всем спасибо.